В Одессе проходило еще одно судебное заседание. Судили фигуранта громкого коррупционного скандала в Николаеве, Николая Романчука. У него под домом нашли туннели, золотые слитки и черную бухгалтерию. Также, по словам правоохранителя, заместитель губернатора Николаевской области получил взятку в размере 100 тысяч долларов. Подробности о ходе судебного заседания и решении судей далее. До начала заседания Николай Романчук охотно общается с прессой. Говорит, взяток не брал, а золотые слитки в подвале – это подарок подчиненных. Там ничего не могло быть. Там было три кортика. И в данной ситуации антикварят там не находился. Там было ружье, макет, зажигалка. Золотые слитки были самым большим весом 20 грамм, 1, 2, 5 грамм. Это золотые слитки. Мне было 50 лет. Трудовой коллектив подарил мне на день рождения. Слитков золотых весом 100 грамм, 20, 200 грамм, 250 грамм, как мне говорят, я не видел. И у меня не было ни одного слитка. Чиновника подозревают в получении взятки в 100 тысяч долларов за разрешение строить карьер по добыче известняка. Романчук все отрицает. Говорит, судебное дело заказ. Я отработал в бизнесе 40 лет, поэтому враги есть и друзья есть. Поэтому в этой ситуации я могу сказать, что они есть, существуют, но точно назвать я не могу. Адвокаты Романчука заявили, что их подзащитными действительно предлагали взятку, но он отказался. И просят суд учесть плохое состояние здоровья чиновника. Надевляясь на стан здоровья, мы будем выполнять все указки, заявляться на все выкрепления суду и правоохранных органов. В качестве меры пресечения прокуратура просит отправить Романчука под стражу, чтобы тот не убежал и не уничтожил доказательств. А также просит отобрать у подозреваемого загранпаспорт. Романчук подозрится в члене особо тяжкого коррупционного злочина. Он может спотворить документы, которые уже есть по справке. И незаконно впливать на свидетелей. Адвокаты предлагают назначить домашний арест. Мол, подозреваемые бежать из страны не планируют и обязуются являться в суд. Но представитель Фемиды решает отправить чиновников в СИЗО, отобрав загранпаспорт, с возможностью выйти под залог в 5,5 миллионов гривен. Адвокаты готовят заявление в апелляционный суд. Сам Романчук говорит, денег для залога нет. Будет просить у друзей. Дата рассмотрения дела пока неизвестна. В случае внесения залога чиновник должен будет остаться в Николаеве. Дата рассмотрения дела пока неизвестна.